Всем привет, дорогие друзья. Сегодня я буду проводить один безумный эксперимент, в котором я попытаюсь выиграть у самого сложного бота в БФМЕ, используя лишь один отряд, а точнее комбо-отряд арбалетчиков и копейщиков. Суть эксперимента в том, чтобы доказать, точнее, ну не то чтобы доказать, я сомневаюсь, что со мной кто-то не согласится по этому поводу, речь о том, что в этой игре просто гигантское скалирование, точнее прирост статов от уровня юнита, на мой взгляд, оно чересчур большое, и это даже немножко нечестно. И чтобы, как бы, подтвердить свои слова, я попытаюсь выиграть одним отрядом. При этом будут некоторые условия. Во-первых, потому что надо получить некоторые лидерки, а во-вторых, потому что я хочу всеми фракциями выиграть. И за некоторые фракции будет довольно-таки сложновато выйти в определенные вещи, сейчас вам объясню, какие. Поэтому нужны дополнительные условия. Итак, первое. Строить можно больше отрядов, чем один, просто нельзя ими пользоваться для сражения. То есть, я построю сейчас арбалетчиков, несколько отрядов, но и отправлю их на убой, так же, как и отправляю этих мечников. То есть, они мне не нужны. Я даже не хочу ни одного варга сносить, просто-напросто потому, что мне жалко терять этот опыт. Хотя, с другой стороны, если бы они его снесли, то он бы успел воскреситься к тому времени, пока я бы построил свой отряд арбалетчиков. Но, тем не менее, условие номер два. Я могу строить героев, но только тех, которые бафают мой отряд, либо которые дают ему дополнительный опыт. Либо в виде дополнительной лидерки, либо в виде скилла. Тут уже как получится. В случае с Изенгардом, тут случаи идеальные, потому что и Лурц мне дает лидерку, и Саруман мне дает лидерку, а Саруман еще и дает опыт. Так что строить буду я и того, и того. В случае же с Роханом, например, чтобы не спамить кучу героев, это было бы слишком просто. Если бы, ну, то есть, если получится выйти во всех героев, то мне даже отряд и не нужен будет, они сами все пронесут. Ну, за исключением там, некоторых случаев. Вот. Поэтому будет вот такое вот ограничение. И если речь зайдет о Мордоре, то там я смогу построить Витчкинга, потому что он дает лидерку. Я попытаюсь не юзать его для сражений. Ну, в исключительных случаях только буду юзать, разумеется. Аккуратно, потому что бот скоро нападет. И тролля. Для этого мне надо будет построить четыре обычных тролля. Разумеется, я не буду их использовать, я их просто солью. И после чего я смогу построить тролля-барабанщика. Он мне-то нужен. Он мне-то и нужен. Надо было, наверное, так сказать. Вот. Кроме того, там есть еще один нюанс, который я вам покажу потом. Который требует постройки много-много отрядов, но они не будут сражаться. Так что, думаю, в этом плане все честно. Так, давайте строим лурца побыстрее. Построим две вышки на случай, если на нас нападут. На нас уже нападают. Там два отряда. Я не хочу никого терять пока что. О, замечательно. На мне еще висит ворчан. Так что я наношу огромный урон. Даже на первом уровне. Мы используем это, чтобы быстрее прокачаться. Ворчан закончился. Очень-очень жаль. Но уровень я прокачал. Вот и замечательно. Так. Нам надо еще два здания. И еще парочку отрядов арбалетчиков. Они не докачались. Используем палантир, чтобы быстрее бегать. Хотя нет, нет, нет. Неправильно. Просто отправляем их в дорогу. Потому что если ставить охрану, то они будут атаковать варгов. А мне это не нужно. Отдохи уши. Третий уровень. Изи. Валим. Отсюда сейчас будут копеечки. Отправляем на убой. И, кстати, пошли, наверное, за ними. Как только они сольются, я своим отрядом добью варгов и добью крип. Будет больше экспы. Лурца качать пока что не надо. Хотя, конечно, это лидерка очень сочная. Но ему нужно аж пятый уровень получить. Сейчас выгоднее покачать просто арбалетом. Чем его. Вот зараза, а, не дает мне. Там. Спокойно жить. Там, замечательно. Они уже намного быстрее сносят. Они всего лишь третьего уровня. Отлично. Строим лесопилку. Чтобы... Ой. Окей. У кого-то галлюцинации. У меня. Галлюцинации. 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 Вот это был, кстати, фейл. Я потерял полуровня. Ну, не то чтобы это прям большая проблема. Но все же. Все. Это здание мне больше не нужно. Но на случай. Если я потеряю этот отряд, казарма останется. Чтобы не строить лишних арбалетчиков, не терять время, сразу можно было бы построить все комбо. Вот это печаль. Давайте мы отправим лорца. Сольем шмагу. И будем надеяться, что бот еще не закрепил вот этот вот... С варгани. Все. Потихонечку качаемся. Вгрейдим броню. Потому что самое важное для нас это выживаемость этого отряда. Урон это тоже очень круто, разумеется. Но выживаемость... Это первостепенная задача. Так. Давайте вот так вот проюзаем. Чтобы с этой стороны была нормальная защита. Саруман будет доволен. Никто не выстоит. Проделится сюда. Как только грейд появится, у нас очень даже неплохой урон будет. Но он, походу, закрепил. Это весьма печально. Да. А, окей. Варги. Варги мне сильно помогли. Не знаю, по какой-то причине неведомой мне аванпост не дает опыт за свое разрушение. То есть сама цитаделька. Зачем это? Для чего это было сделано, я ума не приложу, если честно. Ну, окей. Так. Нам как можно быстрее нужно выйти в Сарумана. Но прикол в том, что... Нам нужно захватить этот аванпост. То есть, в принципе, мы можем выиграть вообще не в Сарумана, если успеем быстренько раскачать этот отряд. Поэтому мы так и сделаем. Строем здесь вышки. Так как если бот захватит здесь аванпост, он будет очень сильно мне мешать. Он наверняка здесь уже захватил. Ах ты, тут уже летающий хрен. Хозяйничек. Останавливаем малышечки. Четвертый уровень. Замечательно. Потихоньку лирт качается. Отступаем. Пятый уровень. Мы, в принципе, можем все эти отряды перебить. Но проблема в том, что... У нас нет хила. У нас слишком сильно похоцанные арбалетчики здесь. И несмотря на нашу прокачку, на нашу броню и так далее, обычная вышка за 150 саранных копеек нас без каких-либо проблем может перебить. Причем очень быстро. Поэтому надо войска спасать. Наша задача теперь как можно быстрее докачать лирца. Так что мы отступаем. И будем забирать их с пол. Лирцем только. Давай сюда. Главное обезопасить правую сторону, так как там аванпост, и он будет оттуда нападать большими войсками, чем из центра. По крайней мере, часть войск, которые пошли бы в центр, они идут сейчас вот сюда, чтобы справиться с моим отрядом. Сейчас построим здесь Сурмана. Я бы взял бы подрыв деревьев, но мне нужно для этого лишний отряд. И вообще, выгоднее взять землю, так как деньги на Сурмана уже, по сути, накопились. Блин, ну это, конечно, печальная ситуация. Я плохо отконтролил. Можно было намного выгоднее выйти из такой ситуации, чем сейчас. То есть у меня что есть отряд, что нет. У меня, по сути, есть... Где-то три арбалетчика, и может четыре максимум. Не дело. И бот сделал то, чего я очень сильно боялся. Он построил катапульты на Тома Ванпосту. И мне придется сейчас отменить... Или нет? Я хотел сейчас штурмонуть его крепость этим отрядом. Практически шестой уровень. Есть лидер Калурца. Ну давайте рискнем, давайте разменяемся. Отдадим крепость. Построим... Точнее, будем постоянно строить здесь вышки, чтобы катапульта отвлекалась. Есть ворчант. Мы можем выиграть сейчас. Так, главное, не шать ему здесь. Ну там еще и таран. Ну! Давай, давай, давай. Избавляемся от цитадели. Отдайте его мне! И все. Это минус его крепость. Но это минус еще и моя крепость. Но, к счастью, мои здания справились с его тараном. И самое страшное позади, по сути. Ух ты, призыв Орды. Надо побыстрее снести это здание. Сейчас нас памят. Ох ты ж. Серьезно? Он слился? Зараза. Блин, ситуация плачевная. Эти орки меня поимели. Давайте захватим их. Понятно. Лордса меня там не видать. Спасите меня, сын. Сюда. Мы здесь. Но есть ворчан. Ошибка. Мы им воспользуемся. У нас много дел. Моярные слуги. Какие атаковали наш лагерь. Быстро. Мечие человеческие мяса. Победа близко. Мы потерялись много дел. Хороший лагерь. Торопитесь. О господи. Лишь бы не промазать. О. Заспамил, скотина. Будьте на чеку. Так, давай. Я его поставлю еще. Лишь бы не практикать. Вижу, 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 вижу. Я, в принципе, могу с ними справиться. Нужно немножко их выманить, потому что это здание стреляет. Ух ты, там еще неплохая пачка лучников. Нет, жопа. Отступаем. Нужно дождаться лурца. Лурц их снесет. Только, да, сначала идем сюда, потому что они весьма хитрые. Или он. Бор. Очень хитрый, зараза. Отступаем подальше. Подальше. Иди сюда. Бенни. Вперед, урхай. Замечательно. И у нас еще и хватает денег. Я на всякий случай забафаюсь. Вперед, 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 вперед. Мы здесь. Да, вот отключаем. Истоки может пробириться певи, ладно. Встану там дальше. На случай, если он тянет, поюзал. Он не застревает. Он мой. Уберите всех, кто встанет у вас на поле. Ух ты, Берсерк так быстро закончился. Замечательно. Так, теперь. Делаем вот что. Строим кучу вышек. Замечательно. Это мне не нужно сносить. Идем сюда. Идем сносить вот это. Ух ты. Это может быть проблемой, кстати. Надо загреть его на героев. Как я вот это упусти? Ну ладно. Тихонечко, тихонечко. Продвигаемся. База у него покоцана. Сильно покоцана. Наверняка он все уже восстановил. Но. Создание-то у него до сих пор первого уровня. То есть от них мы избавимся очень легко. То есть снесем угрозу катапультную и от победы. Там одна катапульта походу сюда поехала. Ну а теперь, в принципе, я могу разменять этот аванпост. Потому что у меня моя главная база под хорошей защитой находится. Это рабочий. Я думал, мне показалось, будто туда какой-то тролль побежал. Ищу какой-то сраненький. Замечательно. Десятый уровень. Ух ты ж. Лордса сюда. Саламана сюда. Саламана сюда. Замечательно. Замечательно. Так, надо их отмечить. Ой. А, окей. Мне так тоже подходит Главное не протыкать катапульту Потому что она может, например, по лурцу выстрелить И тогда мой отряд попадет Вот этот выстрел Вот как сейчас могло бы произойти Так что нужно аккуратно пользоваться Эй, давай Нашим отрядом Единственным Должен заметить Избавимся от второго Замечательно Третий, нет, второй уровень Один залп Второй залп Третий залп Три залпа Неплохо Катапульта так и не доехала Опять на сетки ключи захвачу Чтоб не бегать потом обратно Он ничего не восстановил Это победа, ребят Все, бот вздался Так, еще один взлетающий Избавимся от него Да, вроде больше ничего нет Он меня видит, я очень рад Поэтому Никто не выстоит, пробежит Что не встанет на моем пути Они умрут Интересно, она стреляет? Да, стреляет Не видно Стреляет Кстати, это очень странно Почему он перестал что-то делать Ведь у него должно хватать денег Так у него есть здание по карте Построенные Вон, бесопилка даже третьего уровня Наверное, бот устал У нас много дел Ему нужно отдохнуть Штука Вот такой вот эксперимент Если вам это понравилось Обязательно поставьте лайк И напишите мне какой-нибудь комментарий И тогда я сыграю за другие фракции Таким же образом А на этом у меня все Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok